здравствуйте это женщина в деле сегодня у нас в студии дизайнера исламской одежды ольга цыганкова ольга здравствуй добрый день ольга очень приятно что вы пришли к нам в студию я думаю ваша профессия и история пути к ней будет интересно нашим зрителям но прежде мы посмотрим опрос снятый в казани на тему хиджаб отпугивает или же привлекает мне кажется нам наоборот отторгает людей от ислама так как женщин заставляет одевать вот эту вот одежду на себя полностью скрывает свою внешность как право девушки стараются подчеркнуть себя жизнь одежда все скрывает кого-то привлекает а кого-то и отталкивает то есть характер человека его интереса я считаю так что каждый нация имеет грубо говоря на самореализацию то есть она сама должна принять как она выглядит да то есть я не вижу ни в чем но не вижу в этом ничего такого странного то есть они живут среди нас мы общаемся я вообще меня и не привлекательный не отталкивать я спокойно ровно отношусь человек зависть как он относится к религии кто или иной кому как нравится то так и носят уже в татарстане живем поэтому я считаю что национальная одежда она никому не вредит никому не мешает наоборот это как традиционная одежда я считаю что это все правильно женщин должны носить пусть носят те кто действительно истинные верующие а те кто просто дань моде это их дело каждого поэтому я никого не осуждаю потому что это человек хочет носить пусть он носит как ему вот что нравится очень красиво смотрится очень привлекательно такие девушки которые заходят в общественный транспорт и на них все это закрыто все на них смотрят они очень привлекают потому что у них красивые лица они возле них какая-то аура такая находится прямо внимание привлекает я очень положительно к этому отношусь французы не зря и запретили немцы не зря запретили ты что там скрывается под паранжой или что там скрывается под тем что они одевают совершенно непонятно а как вы думаете почему такие ассоциации вызывает хиджаб ну вы знаете многие ведут себя немножко агрессивно да как там может быть мне даже приходилось видеть такую агрессию непонимание и поэтому агрессивно в поведении или это это в чем выражается агрессия в разговоре наверное в разговоре в общении вы создаете одежду для мусульманок тяжело в этот бизнес войти москве наверное сложно этим заниматься в плане реализации самой одежды знаете дизайн это индивидуальность и мне кажется что именно в исламе я не чувствую конкуренции почему потому что многих девочек я знаю кто тоже занимается дизайном у каждого свой стиль и каждый пытается в этих коллекциях в своем дизайне выразить себя то есть каждый начинает себя что ему нравится какие цвета что как носит и потом у сестры я считаю что у сестрах не должно быть соперничество или конкуренции мы даже друг другу часто помогаем в чем-то и это нам поддерживает и когда я пришла в дизайн и стала заниматься этим честно сказать мне пришлось заново учиться то есть я изучала это изучала дизайн ходила на курсы шитья и поначалу даже сама пыталась шить почему потому что очень важно самой заниматься тем что ты делаешь чтобы понимать как это делается зачем это делать потому что механика это конечно хорошо другие люди сделают и все такое но когда ты делаешь это прочувствовать через себя ты чувствуешь это как вот твой ребенок ты с этим идешь понимаешь вот ты ко всему имеешь причастие это как бы часть тебя конечно можно перепоручить тем но это уже не будешь ты мне так кажется потому что не было тогда на рынке ну наверное того что хотелось бы да вот мне удобно быстро из хорошего материала почему потому что я считаю профессия если она тебе интересно ты можешь научиться да а вот найти в хиджабе дать сестре работу я считаю это ну для меня это важно то есть ты ищешь сотрудников исключительно вот девочек в хиджабе да ну потому что как-то мне кажется цель помочь просто вот не только почему как просто мне хочется чтобы во первых они нашли работу во вторых мне хочется чтобы женщины в хиджабе складывались глядя на них хорошие ну как хорошее впечатление чтобы они видели что эти мы учимся мы занимаемся своим делом работаем стремимся к чему-то это же важно чтобы видели потому что вот после того как произошло открытие магазина мне очень часто приходится по работе сталкиваться с не мусульман и конечно изначально люди когда-то в интернете тоже покупают одежду не мусульмане но как-то все таки они более раскованно в общении не в интернете а вот в реале они как-то побаиваются то есть в том плане что будет но это же наверное не для нас и побаиваются чего побаиваются как бояться что мы их оттолкнем не то что они сами не хотят а почему то бояться что мы их оттолкнем это же не для нас это же какому толкнем психологическом лenz же не понимаю что вроде как они из нашего круга что если они из нашего круга тву вроде как и одежда нашей не подойдет какие то такие ассоциации и не знаю почему но перед этим кто заинтересован все общаются и когда-то общаешься и немусульманами, то очень часто я вот замечаю и понимаю, что они совсем ничего не знают ни о мусульманках, ни об исламе, не знают, почему мы покрываемся. Вообще даже элементарных вещей люди не знают. А что вот, допустим, что они думают о мусульманках? Ну вообще с теми, с кем я сталкиваюсь с жизнью. Почему-то мнение складывается, что мы не образованы, что нам ничего не интересно, кроме того, что выйти замуж. Мы сидим дома в четырёх стенах. И не то, что мы это сами, оказывается, хотим. Нас это заставляют. Например, когда меня встречают. И когда меня, например, встречают, узнают, что я русская, у всех первый вопрос. Замуж вышла? Муж запретил? Я тоже так же думала. Да, нет. Я не замужем, и вот меня муж не заставлял. Кстати говоря, как вы пришли к этому? К исламу как пришли? К исламу? Да. Интересная история. Ну вообще, мне кажется, в первую очередь надо поверить в Бога. Ты веришь в Бога, а потом уже ищешь пути поклонения ему. Ну это моя позиция. То есть когда... А верить человеку в Бога, наверное, как у меня это было, когда складывается какая-то тяжёлая ситуация или необходимость во что-то верить. В трудностях пришла? Нет. Часто просто, часто приходит именно вот к религии, когда какая-то тяжёлая жизненная ситуация, трудности. Не была тяжёлая жизненная ситуация, а просто, наверное, какое-то моральное, душевное состояние. Я не хотела чего-то, во что-то верить. Причём ещё у меня был такой очень хороший плюс, почему я и прямо начала заниматься, точнее, изучать религию, интересоваться религией. Я встретила в центре случайно пару. В каком центре? В центре Москвы. Я встретила пару мусульман. Это было на Красной площади. Это были покрытые мусульмане. То есть женщины были, я думаю, что, скорее всего, не русскоязычные арабские страны. И так как я сама родила со Ставропольского края, часто вижу мусульман там и вижу отношения в семье и вообще среди людей. И когда я увидела и поведение этой мусульманской пары в центре города, она резко отличалась от того, что я вижу каждый день. Мне стало интересно. Мне стало интересно, в чём разница. Вроде мусульмане и те, и те, а разница большая. И это ещё был один большой плюс, почему мне стало интересно, почему я стала интересоваться религой. Честно, надо честно. Ну, вы знаете, я увидела очень внимание, заботу неимоверную мужчины к женщине. К сожалению, да, я редко вижу это. Сейчас уже, да, конечно, я замечаю это, потому что я общаюсь среди мусульман. Аль-Хамдуля, есть прекрасные семьи, пример которых я могу приводить вечно другим людям. Но тогда у меня не было такой возможности. И ты видишь только то, что... А может быть, ты видишь только то, что хочешь видеть, не знаю. Ну вот почему-то эта разница меня заинтересовала. В чём вот поведение этой пары как-то меня так вдохновило именно на вопрос, вот в чём различие. Почему здесь так, а здесь не совсем так. И многое повлияло, и это, и то. И как-то вот я пришла к исламу, аль-Хамдуля. А как ваши родители отреагировали на то, что вы пришли к религии, ислам? Плохо отреагировали, конечно. И спустя много лет не могу сказать, что они как бы приняли это, но уже свыклись. Плохо. Наверное, как предательство. И предательство, и какое-то, наверное, неуважение к ним. Ну, очень плохо, прям категорично плохо. И меня случайно взял папа, и получилось... Во время намаза, наверное, да? Нет, я выезжала из торгового центра, а он выходил из него, и мы лоб в лоб столкнулись. А в торговом центре что? Нет, ничего, просто он был с братом. Я гуляла, я гуляла уже на машине, выезжала обратно домой, а он тоже выходил. Я не знала просто, что он там же. Покрытая выходила? Я слышу, бываю дома и слышу каждый день, что им неприятно эта тема, они негативно относятся к мусульманам. Не могу их винить, потому что не могу. К хиджабам, да? К сожалению. Ну, конечно, сейчас уже и к хиджабу. Уже спустя годы мама мне говорит, где-то задаёт вопросы. Конечно, она услышивает их не очень. То есть она задаёт вопрос, но не всегда дослушивает. А папа, он категорично даже не общается на эту тему и никак. Брат свыкся, брат нормально абсолютно реагирует. Хотя тоже поначалу, конечно, вся семья восприняла очень категорично. По вашим наблюдениям, из года в год спрос на хиджаб растёт или наоборот? Думаю, да, потому что много сестёр, которые хотят покрыться, которым интересно. Есть какая-то статистику, может быть, ты видёшь? Не могу сказать, но я общаюсь с девушками, некоторые из них принимают ислам. Не все, конечно, сразу покрываются, но принимают ислам. Это приятно видеть, слышать, наблюдать, смотреть, как они идут к этому. Даже отвечать на вопросы, которые они задают, помогать им в чём-то на этом пути. Но в плане хиджаба покрываются не все, конечно, и не сразу. Но, конечно, приятно то, что сёстры, когда заговаривают об исламе, хиджаб становится уже неотъемлемым. То есть если ты в исламе, то, соответственно, нужно покрываться и закрывать свой рак, одевать хиджаб. Поэтому в магазин приходят сёстры, которые, например, давно в исламе, но не было возможности покрыться по разным причинам. Кто-то, может быть, с родителями, кто-то, может, по каким-то своим другим. Нету возможности ещё что-то. Приходит. Часто мы встречаем непонимание и негатив в отношении хиджабов. Что вы стараетесь делать в одежде, чтобы не возникало дурных ассоциаций? Своей одежде в коллекции, которую я создаю, честно сказать, у меня нет с этим проблем. Я не сталкиваюсь с такой проблемой. На меня никто негативно не реагирует. Нет, вообще, ну есть же такое отношение к хиджабу. Нет, я говорю вот чисто за себя. На меня нету таких реакций. Слава Богу, мне повезло. Я не встречаю такого. Хотя бываю в разных местах, очень часто, где нет мусульман. И, слава Богу, у меня нету таких проблем. Но, конечно, когда я создаю одежду... Я знаю, в метро боятся. Нет. У меня нет таких... У меня был такой один случай очень интересный. Я была практически в чёрном. У меня бывает, я не часто, точнее часто, я люблю чёрный цвет и ношу его. Вот. И мне нужно было зайти в метро срочно. И я пыталась купить билеты, у меня не было. Крупная была. И мне отказали, чтобы продать билеты. Нет, он говорит, разменяйте. Мне было очень приятно, когда ко мне подошли обычные женщины. Поругались с кассиром, почему она вот так себя ведёт. Повели меня, говорят, девушка, давайте мы вас проведём, вы их не слушаете, пойдёмте. И такое часто случается. Мне кажется, отношения людей зависят напрямую от самого человека. Конечно, бывают такие люди, на которых как будто не был приветливым или улыбчивым, негатив присутствует. Но мне, слава богу, в этом плане повезло. А какие превалируют, к примеру, цвета в твоей коллекции? Чёрные? Я вообще... У меня есть любимые цвета, они всегда из коллекции. Да, чёрный, серый, тёмно-синий, коричневый. А сколько моделей в коллекции у вас? По-разному. Стандартно идут базовые платья нескольких расцветок. Это могут быть несколько однотонных, могут быть с цветочным принтом каких-то. Туники, юпочки, кофточки. То есть разные платья разных моделей. Магазин как называется? Ихляс. Ихляс? Да. А где его искать? У нас есть сайт интернет-магазина ихляс.ру. Ну, также мы, как все, есть в соцсетях. А, это интернет-магазин? Да. И также магазин в центре на Павелецкой, Шору, на Павелецкой, на Дубининской улице. Откуда берётся исламская мода? Кто её диктует? Я не думаю, что в исламе есть мода. В исламе есть понимание, как должна мусульманка выглядеть и как она должна одеваться. А уже аксессуары или модели, которые создают люди, ну, дизайнеры, это чисто индивидуально. Ну, в принципе, у каждого дизайнера есть, как мне кажется, как и у меня, стандарты и принципы при создании мусульманской одежды. Это свободная, лёгкая одежда, которая и также практичная, которая сочетается с любой вещью из гардероба, потому что не все сёстры обладают большими возможностями и могут покупать себе постоянные обновления. Поэтому очень важно, чтобы одежда также помогала сёстру, не только делала их красивыми, но и помогала быть красивыми, как мне кажется. Вот при создании одежды какой пункт обязательный? Качество, удобство и доступность. То есть мне хочется, чтобы сёстры могли себе купить качественные, красивые вещи по доступной цене. Мне кажется, это правильно. А у вас доступная цена? Мне кажется, что да, я стараюсь. И головные уборы тоже есть в твоей коллекции? Головные уборы я создаю только под платье в коллекции. Да, только под платье, цвет, тон. Но как таковых масштабного производства пока нет. Спасибо огромное, Ольга. Я думаю, что сегодня вы точно вдохновили кого-то из зрительниц наших на ношение хиджаба. Есть такая хорошая поговорка, не одежда красит человека, а его добрые дела. Вот пусть этих добрых дел будет больше. Я с вами полностью согласна. И огромное вам спасибо, что пригласили меня. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова